Ну что, мои хорошие, я закончила рецепт приготовления баклажанов в аджике. Она получилась очень вкусная закатка, наша закрутка. Короче, мы себе пиалочку оставили, с удовольствием покушаем на ужин. Время уже начало шестого, а у нас, знаете, как и этот, не валялся кто-то там, я не знаю кто. Короче, Витюшка отдыхает, я его уже отправила, потому что он и занимался перекруткой помидор, чеснока, перца, чистил, вычищал, полы помыл. Короче, он отдыхает, а я уже думаю, я это добью. Или перец меня сделает, или я его сделаю. Итак, у нас сегодня на остаток дня рецепт приготовления лечо. Ребятки, лечо, это такой рецепт приготовления, он бывает очень-очень разным. Кто-то его готовит с кабачками, кто-то с баклажанами, кто-то с большим количеством чеснока, либо лука, либо петрушки, чего угодно. У меня будет это, обычный томатный сок, переваренный до консистенции такой, чтобы не было пенки, ни соль, ни перец. Я ничего туда не добавляю. Я туда добавляю в большом количестве пережаренную, очень много было у меня лука, он пережарен на большом количестве подсолнечного масла. Почему именно так? Я масла в этот рецепт подсолнечного больше не добавляю вообще. То есть, лечо, оно хорошо тем, что там составляющие томатный сок, подсолнечное масло, много перца, много зелени, каких-то вкусовых приправ и, конечно же, лука. Вот, и поэтому я лук не кидаю туда сырым, я его кидаю туда в обжаренном виде и обжаренном до такого, знаете, цвета пива. Не просто белесый такой, просто прозрачный, а вот именно хорошо поджаренный. Вкус именно поджаренного лука дает свою нотку в этом блюде. Поэтому я его жарю в большом количестве подсолнечного масла, режу его ни крупно, ни мелко, так вот средним образом, такими полукольцами, потом это самое, но не сильно мелко. То есть, даже если он попадается на зубе, скажем так, если он уже прожарен, лук прожарен на подсолнечном масле, плюс прокипяченный в томатном соке, конечно же, он теряет свои такие хрустящие нюансы. Вот, и поэтому закипевший без пенки сок я туда отправляю на жареный, прожаренный, хорошо прожаренный лучок. Лишь только затем порционно я туда добавляю наш перец. Но даю минут 10 прокипеть луку. Запах подсолнечного масла, жареного, сами понимаете, о чем это говорит. Это очень вкусно, очень вкусно. И пока у меня прокипает лук с томатным соком, я в этот сок добавляю прям такую, наверное, 3 столовых ложки, извините, 3 чайных ложки горошка перца и до 6 штучек ломаного лаврового листика. Так, все это отправляем вместе с луком туда. Соль не добавляю. Сейчас оно прокипит и будем пробовать. Соль добавляем, сахар добавляем. И я лечу, люблю много петрушки. А для этого мне нужно ее взять и покрошить. Мне очень жарко, ребятки, плита работает. Я так мучаюсь от жары, это ужасно. Сегодня покупала хлебушек у девушки. И я говорю, боже, как же жарко, как я устала. Она говорит, а я так люблю жару. Я ее так хорошо переношу. Я говорю, Манюнечка, дай бог тебе здоровья. Ну, может, это с возрастом, я не знаю. Может, после 30 лет не так воспринимается солнышко, как было до туго. Но я мучаюсь ужасно от жары. Короче, у меня закипает сок. И я сейчас добавляю по вкусу соль. Если у меня здесь 5 литров сока, 5, плюс лучок, это значит 5,5, то я добавлю, о боже, чуть-чуть, не прозвучало не то слово, что нужно. Где моя столовая ложка? Я ушла, ребятки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, столовая ложечка. Я добавлю туда 1 столовую ложку соли без горки. И 2 столовых ложки сахара тоже без горки. Ребят, ну, вот так вот я, знаете, как рывками хожу, хожу. Я здесь, потому что я немножко что устала. Раз. И два. Подсолнечного масла я уже добавлять не буду. Поскольку у нас жарился лук полностью в подсолнечном масле. И там его уже будет достаточно. Перец сейчас, горошком перец, прокипит. Даст свою горчиночку. И пока закипает наш соус, я порежу меленько петрушку. Что, мои хорошие, если я понимаю, что добилась нужного для меня вкуса, то есть соль, сахар, перчик, лавровый листик, перчик, он чувствуется уже, потому что он уже открылся. Я тогда добавляю уже очень много накрошенного мелочью, так вот, знаете, мелко-мелко-мелко, без стержней, петрушечки, листья петрушки. Закидываю их в этот бульон, который кипит там. Но это нельзя назвать бульоном, лучше, конечно же, соус. Стреляет вообще. Вот. И у меня накрошен заблаговременно такими кусочками перчик. Перец я крошу не... Короче, скажем так, если взять отдельный перец, я его режу на 4 части, потом каждую одну из частей я режу еще на 3 раза, если перец крупный. Если перец мелкий, то режу на 2 раза и режу на такие порционные кусочки, чтобы из блюда можно его было достать вилочкой, либо так вот порционно положить на тарелочку, и оно будет очень красиво смотреться. Вот такие брусочки. Брусочки перца. У меня здесь и желтый, и зеленый, и красный, и вот такой вот розовенький. Я сейчас закидываю всю эту массу перца. Здесь где-то примерно около 2 килограмм резаного перца. Закидываю в этот наш соус. И где-то в течение 10-15 минут, то есть до состояния такого, знаете, аль денте, когда он еще не совсем мягкий, но уже и не хрустит. Вот до такого состояния доложу наш перчик. Тут в зависимости от количества перца и сока, когда меня устраивает его уже такая, знаете, структура, не совсем твердая, но и не совсем мягкая. Короче, ну как вам объяснить, чтобы оно чувствовалось на зубе. Не хочу его переваривать. У меня еще целая партия таких же кусочков, брусочков перца, поэтому этот соус у меня уйдет на 2 таких огромных массы перца. И все это закрываем в стерилизованные баночки. Я так думаю минут 15-20 полного кипения, а за 5 минут до готовности я туда заливаю где-то 3 столовых ложки уксуса, так как у нас томатный сок, он сам по себе очень кисленький, кислинкие томаты, да, они же имеют свою натуральную кислоту, то уксуса надо угадать до такого состояния, чтобы вам было приятно это кушать самим. Тут никаких грани нет. Вот так у меня. Надо только подождать. Итак, мои хорошие, я первую партию своих перчиков лечу. Лечу. Я закончила. Сейчас в этом же соусе я буду проготавливать, проваривать следующую партию перцев. Итак, заливаем сначала литровую баночку. Я не знаю, сколько это получится в общем количестве, не знаю. Поэтому, так, паломничек, паломничек, паломничек. Пропал, пропал. Нашла. Он помытый себе лежит и ждет своего. В своей очереди. А я его и не вижу. Итак, ребятки, соуса здесь много, а перцев, ну, меньше, по крайней мере. И поэтому я сейчас буду выкладывать перчики, ну, в таком количестве соуса, чтобы они были залиты им. Потому что в остальном соусе у меня будет провариваться еще почти такое же количество перцев, даже, может быть, чуть-чуть побольше. Поэтому здесь будет у нас густая такая хорошая масса. Отсаживаем вот так вот паломничком. Я отжимаю лишнюю, лишнюю жидкость, то есть соус. А основные перчики закладываю в баночки, которые у меня заранее простерилизованы. Загадка вот этого лечо моего, именно мой рецепт, я себе его так выучила и всю жизнь так делаю, именно в том, что подсолнечного масла здесь используется масло только в прижарке нашего лука, которого здесь очень-очень много. Лечо лук любит. Лук он дает сладость, свою нотку луковую. Поэтому я его обжариваю очень-очень хорошо. И больше уже в своей, скажем так, в своем рецепте масла больше никуда, не заливаю, не употребляю. Все, эта баночка уже пошла на закрытие. Она простерилизованная. С помощью вот такой большой широкого отверстия в этой леечке. Специально покупала для консервации. Она действительно прям-таки хорошо себя оправдывает. По банке, по бокам стеночки баночки не течет соус. То есть, все только внутрь банки, не вне. Вот так вот, ребятки. Видите, все за один день мы и закончили с Витей. Спасибо ему за помощь. Огромное спасибо. Хорошо, когда все закончено, понимаете? Потому что овощи имеют такую... То есть, если их сегодня не переработаешь, сами понимаете, что может быть с ними на утро. Поэтому я старалась это сделать именно сегодня, за один день. Усталость чувствуется. Но зато все позади. А зимой будет как находка. Отварим какой-нибудь кашки, либо макаронки, может быть, картошечки. И на любой ужин, для любого ужина у нас всегда есть в шкафчике такой продукт. Очень вкусный, натуральный, собственно, приготовленный. И это очень-очень радует. В общем, вот так, ребятки, все. Сейчас я в этот оставшийся соус, как вы уже поняли, да, я добавляю еще такое же количество перцев. И еще раз в этом же соусе их провариваю в течение 15-20 минут. Перчик не должен быть мягким. Он упругенький такой, плотный. Чувствуется наприкус. Потому что кашистость в лечо, это, сами понимаете, это просто каша. А лечо идет как салат, к любому гарниру, к любой кашке и так далее. И вот таким образом я все сейчас раскладываю в баночки. Ну, а уже все, что получится, конечно же, полностью вам покажу. Выход нашего производства, сегодняшнего, уникального. Булькает последняя партия нашего лечо. Ребят, еще три минутки. И закрываю. Баночки готовы. Все, и я готова. Немножечко подустала. Ну, не без этого, а как же. Консервация, это дело серьезное. С чувством, с толком, с расстановочкой. Все доводим до конца своего, консенсула. Все, мои хорошие, заканчиваю. Ну, а потом все, что получилось, вам покажу. Вот и все, ребятки, мы закончили. Витя уже отдыхает, пересматривает наше видео. А я вам показываю все, что у нас получилось. Итак, это у нас лечо. Вот оно. Красава. А это у нас в аджике баклажаны. Все, теперь я еще мечтаю сделать перцы в чесноке, просто в соусе, в таком жирненьком, может быть, даже в медовом. Ну, и, наверное, в этом году с консервацией все. Все. Вот такой у нас ударный, обалденный, хороший, легкий день. Благодаря тому, что мы работали в четыре руки. Мы со всем справились. И даже, невзирая на время, уже без пяти семь, но я не устала. Все, мои хорошие, всем хорошего дня. Хорошего вечера, доброй, мирной ночи, здоровечка. Ну, и, конечно, вам привет от Витя, от Степашки. И с хорошим настроением заканчиваем на канале «Погода в доме». И просим от вас лайки, комментарии, подписочку, если вам не трудно, если вам жалко. Пожалуйста, нажмите пальчик вверх. Присоединитесь к нам. С нами не скучно. По-доброму, по-семейному. Ну, и все. Короче, вас не буду уговаривать, с каждому свою. В общем, знаете как, все равно хочется сказать вам доброго, хорошего, мирного неба. Все, пока-пока.